Здравствуйте! Грядущие выходные обещают быть очень насыщенными по своей спортивной и культурной программе. Будет из чего выбрать. В пятницу, 26 числа, в 18.30 в Центре культуры отдыха пройдет открытый этап конкурса «Дочки-матери». Это будет отборочный тур, участвуют девочки с 1 по 4 класс. Обязательно быть веселыми и дружными, а всему остальному научат. 27 числа на базе ДСААФ пройдут соревнования по пулевой стрельбе. Старт в 9.00. Также 27 числа в Центре единоборств Эдгара Коляна на улице Жиделева пройдут соревнования по ММА. Называются они «Молодой лев». Еще одни силовые соревнования под ЗУДО, посвященные бойцам спецподразделений, будут проходить в городе Приволжск. Оба выходных в ФОКе-арена. Начало с самого утра и в течение дня будут идти соревнования. О других событиях мы расскажем поподробнее. Проверить свою смекалку и логику могут регулярные игроки клуба «60 секунд». Вопросы с подковыркой, расторопная команда разносторонних эрудитов и минуты на размышления. Вот, в общем-то, за это тысячи людей по всей стране и любят интеллектуальный формат развлечений. Вечер не будет скучным, потому что все встречи клуба проходят в формате вечеринки. Можно будет и посмеяться, и пофотографироваться, и выиграть призы. Сплошное удовольствие. Мы, естественно, планируем много интересного. В частности, любимый многими кубок Ржевского, он же «Лига 6-9». Это игра 18+, игра для взрослых. То есть, где все вопросы, такие немножко пикантные, но все-таки мы интеллектуальный клуб. Как мы говорим, это все-таки легкая эротика, а не что-то более серьезное. Также мы планируем «Кинолигу». Это проект, который у нас теперь играется раз в месяц. Это игра для любителей кино. Западное кино, советское кино, современное, не очень-очень старое. То есть, все вопросы связаны так или иначе, не все на экране. Это видео, аудио, вопросы веселые, интересные, про кино. 27 октября в эту субботу в Богданинском культурно-досуговом центре в 16.00 пройдет благотворительный концерт в помощь тяжело больному мальчику из деревни Богданиха. Все вырученные деньги с концерта пойдут на материальную помощь семье мальчика. В концерты примут участие не только артисты команды 37, но также еще и детский коллектив «Зарина». В грядущие выходные обязательно запланируйте поход в театр хотя бы в один из трех. Программа будет очень насыщенная, потому что в субботу и воскресенье продолжается фестиваль «Дни российской культуры». В Ивановский театр «Кукол» приехали гости из Томска. Они привезли для маленьких ивановских зрителей три постановки. В драматическом театре гостят артисты из Мордовии. Они будут здесь до 2 ноября, все успеют посмотреть. А в музыкальный театр приехала труппа из Белоруссии. Привезла очень интересные и неожиданные постановки. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайтах всех трех театров. Программу для себя выберет каждый – и театрал, и любитель. Симпатичное и необычное зверье в эти выходные ждет ивановцев в передвижном зоопарке у торгового центра «Ясень». 28 видов животных с разных континентов собраны вместе, чтобы удивить жителей города и показать маленьким посетителям все разнообразие фауны нашей планеты. Гости увидят пару мощных, но игривых львов, упитанных, как с картинки, непоседливых и натовидных собак, которые всегда рады прикорму, рослого, забавного верблюда и многих других. Спешите, эти выходные в нашем городе – последние у тульских гастролеров. Советуем всем прийти, посетить зоопарк. Он здесь еще долгое время будет работать и получать хорошие эмоции. Можно покормить, погладить, пообщаться с некоторыми живетными, конечно, и со всеми. И детки все будут очень рады. 27 и 28 октября в нашем городе Иваново будет проходить областной конкурс среди подростков и детей в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурс называется «Мистанция-2018». Проходить он будет в торгом-развлекательном комплексе «Ясень» с 16 часов по московскому времени. Участница готовит интересное шоу для зрителя. У них будет три этапа. Первое – это будет танцевальное дефиле. Второе – они будут показывать свое соло. И третий этап – они будут соревноваться в мастер-классе, который им будет проводить наш оргкомитет. Еще немного событийных мероприятий напоследок. В субботу, 27 числа, в домашнем матче будет играть команда «Текстильщик». Соперником в этот раз станет клуб из Москвы «Чертаново-2». С нас, как всегда, прямая трансляция. Также в субботу, 27 числа, пройдут соревнования по ралли-рейдам. Это будет третий этап «Легенды озера-2018». Это тот самый случай, когда чем грязнее, тем зрелищнее. Также день водителя, 28 числа, в Юже, будут отмечать любители экстремальных гонок и приглашают всех желающих. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели вам рассказать. Надеюсь, ваши выходные будут продуктивными. До свидания.